КОНЕЦ Это была новогодняя акция «Напиши письмо Деду Морозу». Мы, как увидали, сразу взялись писать письмо. Он писал его самостоятельно, он уже умеет писать. Мне передали его письмо. Оно меня, можно сказать, задело. И, слава богу, у нас есть такая возможность, возможность у клуба. Сегодня я подарю ему плюшку. Я мечтала встретиться с Аликином и мечтала, чтобы у меня была настоящая братайская клюшка с автографом Аликина. Медаль хорошая была, души в нее очень много вложил. Ты думаешь, что ты сделал эту медаль ему красивую, а он тебе взамен клюшку подарил, да? Ну, наверное, как-то так. Это бартер получается, да? У хоккейного Деда Мороза просить можно было все, что угодно? Я думаю, да. Все-таки это Дед Мороза. А почему же вы не попросили сына автомобиль, квартиру где-нибудь в теплых странах? Ну, такое. Мы очень давным-давно хотели сфотографироваться с Женей. Это не то, что можно материально приобрести, а самая настоящая мечта, которую исполнились сегодня. Ну, когда вырасту, мечтаю стать хоккеистом. А ты хочешь кем играть в хоккее? Нападающим, защитником или вратарем? Более всего вратарем, как Аликин. Какие наставления ты ему можешь дать на будущее, как будущему хоккеисту? Главное, чтобы это было ему в удовольствие. В копилке добрых дел Амура много достойных поступков. Клуб регулярно посещает больницы и детские дома, приглашает на трибуны детей с особенностями развития, проводит всевозможные благотворительные акции. Одна из самых зрелищных и ярких называется «Мешкопад». Расскажи, пожалуйста, откуда вообще появилась такая традиция «Мешкопад» и что она символизирует? Эта акция, которая, если в историю ударится, она впервые была проведена в 80-е годы прошлого века в Северной Америке, в городе Херши. Это такая красивая акция, которая сочетает в себе и эффектную внешнюю составляющую, потому что, ну, представь, да, заканчивается матч, звучит сирена, Диктор объявляет, а теперь «Мешкопад» из со всех сторон на одни цена для детских мягких игрушек. Вот эта эффектная внешняя составляющая, она объединяется с практической ценностью, потому что эти игрушки собираются, отдаются в спецобработку, в химчистку, упаковываются и развозятся под детским домом Хабаровского края. Какое было самое большое количество мягких игрушек? Максимальное было, я могу ошибиться, но, по-моему, максимум был 1357. 1357 мягких игрушек, это было в 16-м году или 17-й год, ну, а так в среднем, вот в районе 1000, оно и, собственно говоря, держится. Мы же не ограничиваемся и игрушками, и игрушки – это только один из штрихов. У нас есть ребята, которые индивидуально, не афишируя, помогают детдомам по Хабаровскому краю. Они приходят и говорят, мы хотим помочь, но одно условие, чтобы об этом никто не знал. Часто сталкиваемся с тем, что в тех же соцсетях нам пишут пиар, 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 пиар. Мы на это немножко иначе смотрим. Это не пиар, это рассказ о том, что делаем мы с целью замотивировать остальных людей. Если в соцсетях 100 человек пишут нам пиар-хайп и попытаются нас захейтить, а 5 человек вдохновятся нашим примером и сделают так же, то мы будем абсолютно довольны. Дальний Восток – достаточно большой регион, и зачастую уровень развития хоккея с шайбой в районах уступает Хабаровскому. Регулярные туры с хоккейными мастер-классами от игроков Амура значительно популяризируют этот вид спорта. Денис, расскажи мне, пожалуйста, про акцию «Тигры в городе Дальний Восток». Это акция, где мы хоккейным клубом Амура ездим по регионам Дальнего Востока и показываем мастер-класс детишкам. Играем выставочные матчи с местными взрослыми любительскими командами. Когда вы ездите по Дальнему Востоку и проводите свои хоккейные мастер-классы, как реагируют на вас, допустим, дети? Детям, да, это очень весело. Они смотрят на профессиональных хоккеистов, они сами занимаются этим. Так же и мы с этого начинали, так же смотрели на всех команды мастеров тоже с открытым ртомом. А потом уже, когда сами стали, как говорится, мастерами, уже ездим, сейчас даем мастер-классы. Это помогает развитию детей, как бы. Ну, очень хорошо для популяризации хоккея, не только хоккея, но и всего то, что есть на Дальнем Востоке. Спортсмены – общественно значимые персоны. Они постоянно находятся в центре внимания и являются примером для подражания. Кому, как не им, призывать к тому, чтобы люди не оставались в стороне от подобных мероприятий, помогали тем, кто в этом нуждается. Ну, скажи мне, были ли такие случаи, когда надо поехать в детский дом, надо поехать там по Дальнему Востоку с мастер-классами, кто-то из них говорит, ну, нет, я не буду, я не хочу. Но такого, что кто-то бы говорил, нет, я не полечу, да нафиг это надо, нет, вот такого, этого не может быть. Понимаешь, хоккейная система, она таких людей, которые так думают, она выдавливает. И в раздевалке такого просто не может быть, чтобы кто-то, кто-то, за какую-то инициативу по благотворительности сказал бы, да не, ну, что это за глупость, это исключено. Ну, вы в КХЛ обязаны уделять время благотворительности? Нет такой нормы в регангламенте и нет такого, что как-то по неписанным правилам, да, вот принято вот это делать. Скорее, я не могу сказать за представителей остальных, да, про профессиональных клубов и видов спорта, но я знаю, что из себя представляют хоккейсты, как люди, как личности, я знаю, что для них это, ну, это норма. Добрые дела делать, это важно? Добрые дела делать, это важно и полезно, и даже нужно это делать всегда. Не только, там, что касается нашей профессиональной деятельности хоккея, там, подсказать детям, но и также помогать взрослым людям, ветеранам и пенсионерам. Это благое дело, которое должен делать каждый человек. Чем больше таких примеров высокой социальной ответственности будет в спорте, тем правильнее будет хоккейная и околохоккейная жизнь. В следующей серии мы познакомимся с молодежной хоккейной командой «Амура». Основная задача – воспитывать местных хоккеистов и постараться одного-двух игроков наиграть для «Амура». Добро пожаловать на территорию «Тигров». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова